Если ты занимаешься арбитражом или только хочешь погрузиться в эту тему, то это видео сэкономит тебе кучу времени и бабла. Сегодня я расскажу про мастхэв инструмент для любого арбитражника, это арбитраж сканер. Это не просто сайт, это твой личный радар, который работает 24 на 7, пока ты спишь, ешь или залипаешь в тиктоке. И погнали разбираться, почему это мастхэв инструмент для любого арбитражника. Ну чё, погнали к обзору сервиса. Переходим на арбитраж сканер. Ссылочку можно взять в описании нашего ютуб канала. Переходите на наш канал, нажимаете вкладочку «Еще». Здесь находится ссылочка на арбитраж сканер. Также у нас есть телеграм-канал, тоже обязательно на него подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Переходим на арбитраж сканер. Почему это лучший инструмент для арбитража криптовалют? Потому что тут есть всё, что нужно для арбитража криптовалют, соответственно. Тут у нас есть аналитика по перпечелам, то есть фьючерсный арбитраж. Аналитика по фандингам, спотовый арбитраж. Всё, что нужно для арбитража тут есть. Также тут есть ончейн анализ, валет аналитикс, можете анализировать кошельки и заниматься ончейн анализом. Есть сантимент аналитика, то есть вы можете анализировать сантимент по токену какому-то, по рынку, что люди думают по чатам, это все можно тут делать. NFT сканер и много всего другого, очень классный сайт, я им пользуюсь, поэтому я вам его и рекомендую. И сегодня мы сделали на него обзор, что тут можно делать. Нас интересует арбитраж, поэтому переходим в вкладку арбитраж продукт. Зарегистрироваться тоже можно максимально просто, через почту заходите, логинитесь и используйте данный сервис. Также есть подписки, которые мы разберем потом, но сейчас мы переходим к самому обзору инструмента. Нажимаем арбитраж перпечивался. Соответственно, это у нас арбитраж фьючей. Мы можем арбитражить на фьючах, то есть покупать на споте, шортить на фьючерсах, забирая разницу в цене. На нашем канале есть видосы про арбитраж на фьючах, поэтому тоже смотрите и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые ролики. Смотрите это видео до конца. Погнали! White filters. Открываем фильтры дополнительные. И что мы тут можем настроить? Во-первых, мы можем настроить минимальную сумму. Вот у нас есть какая-то сумма, которую мы хотим арбитрировать, допустим 500 баксов, можете 2000, можете хоть 3000, неважно. Тут можно настроить сумму, которую мы хотим засунуть в сделку. Далее у нас минимальный профит. Ну, соответственно, минимальный профит, сколько вы хотите заработать. 1% и максимальный профит, это 20%, максимально 20% сможете заработать. Это все можно здесь указать. Далее есть white list. White list currencies. Что это такое? Это токены, которые вы хотите арбитрировать. Вы можете через запятую ввести определенные токены, которые вам интересны. Допустим, BTC, Ethereum. И у вас будут показываться арбитражные возможности только на BTC и на Ethereum. Здесь можно отобрать валюты, которые вам интересны. Также есть black list. Тут уже наоборот. Сюда мы вписываем валюты, которые мы не хотим, чтобы нам попадались. Окей, погнали дальше. Здесь мы указываем биржи, на которых мы покупаем. Можете указать все биржи, либо только те, которыми вы пользуетесь. Допустим, у вас нет аккаунта на Coinbase. Соответственно, вы можете убрать Coinbase, и Coinbase вам не будет показываться в бирже, где можно покупать токены. Exchanger for Sale. Здесь, соответственно, мы указываем биржи, на которых мы продаем. Тоже, если вы какими-то биржами не пользуетесь, можете отсюда их убрать. И указать только те биржи, которыми вы пользуетесь. Далее, вкладочка Strategy. Здесь мы выбираем стратегию, по которой мы хотим арбитражить. Spot плюс фьючерсы, ключи плюс пот, ключи плюс ключи. Тоже нам будут показываться сделки, исходя из выбранной стратегии. Можно выбрать прям все, и у вас будут показываться все возможности по разной стратегии. Далее, Minimal Lifetime секунды. Мы здесь указываем время жизни сделки, сколько она живет. Если для вас это имеет значение, вы можете указать, допустим, 10 секунд, чтобы сделка жила минимум 10 секунд. Также можно указать максимум, допустим, 50, чтобы сделка жила максимум 50 секунд. И в этом диапазоне вам будут выдаваться сделки, которые живут от 10 до 50 секунд. Minimal Funding Profit. У нас отображается Defining Profit. То есть мы можем зарабатывать фандингов. Удерживая фьючерсную сделку, нам будет каждые 8 часов выплачивать фандинг. Здесь мы можем указать минимальный профит с данного фандинга. Можно указать максимальный профит, то есть сколько мы хотим максимум зарабатывать фандинга. Обычно фандинг не бывает супер большой. Там 3% это, мне кажется, прям вообще потолок. Ну да, бывает чуть больше, но 3% прям вау. И далее мы можем указать минимальный Price Profit. Минимальный Price Profit это то, соответственно, сколько мы хотим профита забрать себе в карман. Допустим, 1% и максимальный профит, сколько максимум профита мы хотим забрать, опять же, 20%. Все, мы настроили и далее нам здесь вот выдаются сделки, нажимаем update каждые 5 секунд допустим, как раз таки сделок по данным настройкам нету, поэтому давайте чуть-чуть настройки сделаем помягче и посмотрим, что нам может тут выдасть, это уберем, это уберем, это уберем, опа, и показывается у нас соответственно арбитражная возможность куча сделок, опять же можно мониторить, смотреть какие сделки, видите по 11%, по 10%, по 4%, по 1%, разные сделки, это все можно мониторить и вам не нужно ничего вручную делать, сервис вам сразу выдает сделку, вы заходите на биржу, покупаете, на другой бирже шортите и забираете, разницу в кромат, максимально все просто, переходим к следующей вкладке, арбитраж, скринер, тоже пройдемся быстренько по настройкам, они примерно такие же, первая настройка это биржи, на которой будут отслеживаться арбитражные возможности, выбирайте биржи, на которых вы торгуете, на которых у вас есть аккаунты, далее выбираем опять же white list, токены, которые вы хотите, чтобы только отображались, black list, токены, которые вы не хотите, чтобы отображались, минимальная сумма транзакций, сколько вы денег готовы засунуть в сделку, минимальный профит, максимальный профит, далее exchange for buying, то есть биржи, на которых вы покупаете, биржи, на которых вы продаете, минимальный lifetime, опять же, сколько сделка живет в секундах, Можно выбирать уже вот сеть То есть вы можете выбрать сеть вывода В какой сети вы хотите выводить токен Потом сеть депозитов В какой сети вы хотите депозитить токен То есть если вы хотите торговать только на Солане Арбитражей Бирайте Солан Солана И все, у вас вывод будет в Солане И депозит будет тоже в Солане Максимальный лайфтайм Это то, сколько максимум живет сделка Также тут очень удобная функция Вот такую функцию я, кстати, еще нельзя не видел Это статус вывода То есть мы можем выбрать, что выводы у нас доступны Открыты, либо выводы закрыты Соответственно, если вы хотите арбитражить Нам нужно, чтобы вывод был доступен, чтобы вы могли вывести токен И с депозитом точно так же можно выбрать, чтобы депозиты были открыты У нас показывают только те сделки, где мы сможем вывести и завести токен на биржу Это тоже можно здесь указать И вот эта настройка Network Compatibility, она отвечает за то, чтобы мы могли выводить токен в определенной сети Допустим, есть какой-то токен, он находится в двух сетях, Solana и BNB Мы можем вывести его в Solana, а за депозит только на BNB И такая сделка нам не подходит Мы выбираем Network Compatibility и нам выдается сделка, где мы сможем вывести из сети Solana в сеть Solana То есть в одной сети будет происходить сделка И снизу у нас показываются уже готовые сделки Показывается профит, который мы можем заработать Объем, биржи, на которой мы покупаем Название токена, биржи, на которой мы продаем Это все здесь можно отследить Также сети вывода Пишется еще комиссия, очень удобно, что пишется комиссия То есть вам не нужно заходить на биржу, проверять, сколько там комиссия Тут сразу пишется и вы сразу можете посчитать свой профит И биржи, на которых вы можете захеджировать данную позицию Тоже максимально удобно, детальные настройки После того, как вы настроили настройки, вы можете сохранить фильтр, нажимать Save Вводите название для ваших фильтров, сохраняйте, и в следующий раз применяйте эти фильтры и находите по вашим фильтрам сделки, которые вам интересны. Также есть вкладочка Screener, здесь вы можете настроить уведомления в свой Telegram канал, чтобы вам приходили сигналы по арбитражу. Нажимаем Add, выбираем название, которое вы хотите, и далее переходим к настройкам. У нас есть биржи, которые мы отслеживаем, допустим, все биржи выбрались, на всех биржах, куда отслеживается сделка. Тоже можете выбрать все сети, либо определенные сети, которых вам интересно, арбитражей. Сети депозита тоже можете выбрать, допустим, если вы выбираете сеть вывода, то сеть ввода тоже можете выбрать одну и ту же, либо опять же все сети выбрать. Статус вывода, доступны ли выводы депозит, доступен ли депозит, либо закрыт. Минимальный профит, максимальный профит, лайфтайм и прочее. Нажимаете сохранить, также можно выбрать минимальную сумму транзакций. Можно добавить white list, то есть токены, которые вам интересны, black list, токены, которые вам не интересны, channel, telegram ID. Как настроить эту функцию? Давайте вам покажу. Чтобы настроить сигнал в свой telegram канал, мы переходим, соответственно, в telegram. Нажимаем создать канал, вводим название канала и нажимаем создать. Далее выбираем частный канал, потому что мы хотим, чтобы сигналы только нам приходили. И нажимаем сохранить. Нажимаем пропустить и наш канал создан. Теперь нам нужно добавить сюда ботов, которые будут присылать нам сигналы. Нажимаем администратор, добавить администратора. Переходим на арбитраж сканер и вот этих вот ботов, которые здесь указаны, добавляем в наш канал. Нажимаем бам, вот он бот этот, добавляем, окей. Даем ему все галочки и права, нажимаем сохранить. И нажимаем добавить администратора, добавляя второго бота. тоже переходим в обитаж сканер копируем этого бота возвращаемся вставляем добавляем окей все галочки сохранить закрыть все у нас теперь есть боты сейчас нам пришлют наш телеграм-ид канала это наш телеграм-ид канала обязательно с минусом копируйте то есть берете полностью с минусом копируйте переходите и вставляете его вот сюда вот в это поле телеграм channels id теперь исходя из ваших настроек которые вы здесь сделали вам будут приходить уведомления в ваш телеграм-канал также вы можете выбрать как будут выглядеть уведомления то есть символ спред профит это все будет отображаться нажимаете сейв все у нас сохраненные настройки теперь нам будут приходить уведомления по разным токенам на разных биржах прямо в телеграм-канал нам не нужно сидеть мониторить сайт мы просто сидим занимаемся своими делами оба пришло уведомление в телеграм открыли посмотрели если вам сделка нравится зашли заработали кофе очень классно сделано такого я еще нигде не видел потом это все можно здесь настроить можно добавить еще разные сигналы то есть под себя настроить можно за несколько телеграм-канал с разными сигналами с разными биржами с разными токенами все это можно здесь детально настраивать арбитраж сканер здесь мы тоже настраиваем уведомление себе в телеграм нажимаем выбираем карантии на какой валюте мы хотим получать уведомления в наш телеграм-канал допустим токен не знаю полигон да биржи на которых мы хотим купить допустим bingix bybit и binance биржи на который мы хотим продать тоже выберем binance bybit bingix окей бирже выбрали минимальный профит давайте 0 5 поставим процентах профит указывается степ на notification можно сказать шаг уведомлений то есть если цена меняется допустим на один процент то мне приходит уведомление о том что пора покупать это может здесь тоже настроить телеграм-чанел айди то что мы настраивали можно прям в один цирком канал просто все сигналы пихать указали здесь айдишник далее переходим ниже выбираем как мы хотим чтобы нас обожала сделка той же есть готовый фильтр символ покупка на культ бирже купить продать это все указано можно выбрать из готовых шаблонов либо можно самому настроить шаблоны сейчас покажу как это сделать нажимаем сохранить теперь на токен полигона будут приходить уведомления прямо наш телеграм-канал сигналы которыми сами настроили переходя во вкладочку примеры уведомлений мы можем строить виду уведомления как нам нужно нажимаем и здесь все расписано, что можно настроить. Символ, то есть нажимаете символ, потом лайфтайм, вас будет показывать вначале символ, потом время жизни. И это все здесь можно настроить. Здесь все написано на понятном языке, поэтому можете под себя кастомизировать уведомления. Также арбитраж сканер есть на низких языках. Это English, русский, разные другие языки, поэтому если вам удобно, можете использовать русский язык, английский. На том языке, на котором вы говорите, пожалуйста, используйте данный сервис. Следующая вкладочка это DEX сканер. Здесь мы тоже можем настроить уведомления сигналу прямо в телеграм-канал. Нажимаем Add, пишем title, допустим, токен, не знаю, MEF, любой токен, абсолютно неважно. Это будет название нашего сигнала. Далее выбираем Exchange, выбираем биржи, выбираем допустим все. Минимальный профит, который профит будет 0,5% по данному токену, вам придет сигнал в телеграм-канал. Ликвидите пул. Что это такое? Мы открываем CoinGecko терминал и здесь у нас есть пулы ликвидности на разные токены. Допустим, сеть Solana, переходим сеть Solana. И здесь у нас есть токены, которые торгуются, соответственно, на Solana. И чтобы нам взять пул ликвидности, URL пул, ну типа ссылку пула ликвидности, нам нужно найти токен, который нам интересен. Так мы указали MEF, поэтому давайте и найдем MEF. Вот он MEF, это у нас Memcoin на слане. Нам нужно копировать ссылку на пулу ликвидности. Вот здесь вот сверху берем, копируем ссылочку, переходим опять в арбитраж сканер, вставляем ссылку на пул и готово. Теперь в соответствии с этим пулом и с биржами будут выдаваться арбитражные возможности по данному токену MEF. То есть мы будем покупать на DEX, продавать на TEX, либо наоборот. И опять же Telegram Channel ID, то что мы заводили канал, вот это наш ID-шник, берем его сюда, указываем. Шаг уведомления можно устроить, но это я не буду делать. И выбираем, как у нас отображаться будет сигнал. Опять же я выберу из шаблонов и нажимаю сохранить. Все успешно сохранено. Теперь у нас есть сигналы по токену MEF, которые будут приходить прямо с DEX и TEX в наш Telegram канал. То есть нам не нужно сидеть мониторить вручную, это все будет автоматически приходить в Telegram, очень удобно. Также для арбитража, те кто занимается фармом файдингов, есть такая вкладочка, она абсолютно бесплатная, файдинг рейд. Переходите сюда и здесь отображаются файдинги на всех топовых биржах. То есть вы можете фармить файдинги благодаря этой вкладке, переходить, смотреть, где какой файдинг, забирать отрицательные файдинги, максимально все удобно, это здесь настроено и отображается. Ну и последняя вкладочка, связанная с арбитражом, это биржи, которые поддерживаются. Здесь отображены биржи, на которых можете зарегистрироваться за себе аккаунт, нажав кнопочку Open, также получить бонус, который описан здесь. Написано, когда была биржа создана, также написано комиссии, которая биржа взимает с вас за сделку. И это все максимально удобно здесь отображается. А теперь перейдем к подпискам. По ссылочке в описании нашего канала вы можете перейти на сайт Arbitrage Scanner и получить абсолютно бесплатно один день. Попробовать. Если вам понравится, будете продолжать дальше пользоваться этим сервисом. Также у них есть подписки, нажимаем Subscriptions. У меня подписка Platinum практически максимальная, вот она стоит косарь бачей на 3 месяца. И что она дает? Вы можете почитать описание, что она дает, здесь вот все это отображается. И каждая подписка имеет свои преимущества, поэтому я выбрал Platinum, потому что она подходит лично мне. Если вам подходит какая-то другая подписка, вы можете выбрать другую. На один месяц тестовая подписка 169 баксов. Подписка на месяц 169 тестовая. Это реально копейки по сравнению с тем, что вы можете зарабатывать благодаря этому сервису. Он автоматически находит сделки, автоматически присылает вам уведомления, как вы настроили. И это все сделано максимально качественно в приятном интерфейсе и работает все четко, потому что я Arbitrage Scanner пользуюсь уже очень давно. Поэтому если вы боитесь, можете взять тестовую подписку на месяц, погонять. Если понравится, то повысить уровень своей подписки. Соответственно у вас откроется больше разных функций, которые вы сможете пользоваться и зарабатывать настоящий кэш на арбитраже криптовалют. Короче, Arbitrage Scanner это как читы в мире крипты. Мощные, удобные и реально дают преимущество. Если ты хочешь быстрее находить сделки, реально зарабатывать и не тратить время на ручной поиск, то используй Arbitrage Scanner. Ссылочка находится в описании нашего канала. Также получай один день бесплатно. Если тебе понравится, то с кайфом продлевай подписку и зарабатывай реальный кэш. Если это видео тебе понравилось, то жмякни ему лайк. Подпишись на наш канал, у нас много полезного контента про арбитраж криптовалют. Напиши свой комментарий, а мы с вами увидимся в следующих роликах. Всем удачи, всем пока!